Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 3 августа, и Церковь предлагает нам для нашего назидания и к нашему внимательному рассмотрению отрывок из послания апостола Павла Коринфиным. Это первое его послание в эту коринфскую общину. И отрывок этот имеет следующие координаты. Это 13 глава с 5 стиха до конца главы и 14 глава с 1 по 5 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Любовь долго терпит, милосердствует, «Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание? Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания апостола Павла Коринфина, и мы с вами сегодня прочитали гимн любви. Мы буквально несколько передач назад говорили об отношении апостола Павла к браку, но не в том смысле, что мы разбирали какое-то конкретное учение систематическое апостола Павла о браке, а мы разбирали моменты, связанные с практическими вопросами, возникшими в конкретной коринфской общине. И там, если вырвать некоторые фразы из контекста, мы могли понять, что апостол Павел уничижительно относится к браку, и воздержание, и безбрачную жизнь ставит выше, гораздо выше, чем жизнь в браке. И, соответственно, можно было подумать, что он принижает любовь между людьми, и таким образом обвинить в этом апостола Павла, в том, что он гнушается любовью. Но в 13 главе мы читаем великолепное, торжественное прославление любви. Этот гимн вдохновлял многих людей на любовь и на проявление благорасположения к ближним, не только к своим супругам, но и вообще по отношению к любому человеку. И действительно, здесь заключены великие слова, которые, по сути своей, и не требуют особенного комментария. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Неужели нужно нам понимать, что зависть — это действительно плохо? Неужели мы должны понимать и как-то для себя актуализируют, что не надо, любовь не превозносится? И единственное, что стоит здесь сказать, это сказать о том, что все то, что здесь описано, это свойства любви. И мы должны, каждый из нас, себя спросить, соответствуем ли мы этим дарованиям? Присутствует ли в нас любовь? Не раздражаемся ли мы? Не мыслим ли мы зла? Не радуемся ли мы неправде? Ведь как часто бывает так, что мы... И вообще человеческая сущность скорее будет человеку легче сострадать, нежели сорадоваться кому-то. Мы часто ловим себя на мысли о том, что нам легче мыслить о людях, когда у них случилась какая-то беда и у них какая-то неудача, нежели когда у них успех в жизни. И нужно себя спросить, имеем ли мы любовь к этим людям? Вторая же часть этого отрывка говорит нам о том, что в Каринской общине, как мы уже говорили, была проблема. Были различные дарования духовные, и люди завидовали кому-то. Очевидно, что было некие такие трения и некая скорбь у людей, которые не имели дара гласалария, то есть не имели дара говорения на иных языках. И на фоне того, что кто-то в Каринской общине, вероятно, очень активно пользовался этим даром и обладал этим даром. И, соответственно, люди, которые не обладали этим даром, думали, что они несколько смотрятся ущербно, и они не облагодатствованы Богом. И это вызывало некие трения в Каринской общине. И апостол Павел как раз-таки говорит о том, что выстраивает верную иерархию даров и расставляет верные акценты. Он говорит о том, что «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же она станет совершенной, тогда то, что отчасти прекратится». И вот это вот отчасти, это говорится именно о дарах говорения на языках, потому что люди говорили, но они говорили непонятно, потому что во 2 стихе 14 главы мы читаем «Ибо кто говорит не на знакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». И апостол Павел говорит о том, что, конечно же, утешая тех, кто скорбит о том, что не имеет этого дара, он говорит, что в 5 стихе 14 главы «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». И здесь стоит сказать об этом даре пророчества. А этот дар заключался в том, что нужно правильно истолковывать то, что ты говоришь на ином языке. Каждый человек, который говорил на ином языке, должен был необходимо иметь своего герминефта, гермеса, который бы его истолковывал, то есть объяснял духовный смысл того, что тот говорит. «Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». И это логично, потому что гораздо выше то, что понятно, нежели то, что непонятно. И поэтому дар пророчества, то есть объяснение непонятных вот этих вот духовных слов, духовных проявлений дара говорения на иных языках. И, конечно же, пророчество гораздо выше стоит, нежели говорения на иных языках. Поэтому апостол Павел здесь акцентирует внимание на том, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я, познан. То есть сейчас еще есть необходимость. Существует, как он говорит в 11 стихе, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». И это он говорит как раз-таки о языках, о том, что церковь на заре своего становления еще имеет вот эти дары и говорит как бы в младенческом состоянии, не владея своей речью, и необходимо пророчествовать. Поэтому, ну и пророчество, это не вся полнота, а это как бы гадательно через тусклое стекло. Но настанет время, когда мы будем смотреть уже прямо в глаза истине и будем, и познаем истину, как познали сами себя, как обладаем самими собой. Потому что сейчас не мы обладаем истиной, а истина обладает нами. Дорогие братья и сестры, будем молиться и обращаться к Господу. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Господь с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok